Приветствую вас и мой ответ я предпочел бы разделить на две части основные, то есть эти части будут, наверное, связаны с тем, что одна из них носит такой поверхностный характер, нацелена она больше на то, чтобы вы как-то достигли своих целей именно вот по изначальному вопросу вашему, связанному с настроем, с тем, как воспримут вас коллеги, ну и так далее. Вторая часть будет связана с тем, что мы постараемся взглянуть на некоторые ваши проблемы, те же самые, что вы описываете, но уже немножечко под другим углом, под углом, я бы сказал, психоанализа, под углом того, что у вас есть некоторые проблемы, которые, скорее всего, идут еще из детства, и их нужно будет как-то решать, их нужно разбирать, они не уйдут сами по себе. Вот так примерно будет осуществляться мой ответ. Если говорить о начале, то есть о том, что вы спрашиваете нас, то здесь одновременно все и просто, и в то же время сложно. Вот вы идете куда? Вы идете на работу. Вы идете работать. Вы не развлекаться, условно говоря, идете. Вы идете на работу. И людям, которые вас будут встречать, в первую очередь важно то, чтобы вы были хорошим сотрудником, чтобы вы были качественным сотрудником, чтобы вы делали свою работу как нужно, чтобы вы делали свою работу хорошо, чтобы вы справлялись со своими профессиональными обязанностями. И это то, на что вам нужно в первую очередь обратить свое внимание на осуществление вами профессиональных обязанностей. И если у вас с этим все хорошо, то людям по большому счету все равно, как вы выглядите, кто вы, чем вы занимались раньше, что вы делали и так далее. Конечно, если вы выглядите опрятно, если вы выглядите хорошо, если вы выглядите по-деловому, то есть у вас деловой стиль и так далее. То есть вот этот момент ни в коем случае нельзя упускать из вида, потому что он на самом деле достаточно важен. Ведь вы, еще раз повторю, идете не на какую-то вечеринку. Вы идете именно на работу. И для работы важно, чтобы вы осуществляли свою профессиональную обязанность. В первую очередь, это самое важное, это самое главное. Все остальное, я вам еще раз специально это повторяю, все остальное не имеет абсолютно никакого значения. Это вот по тому, что вы спрашиваете. Дальше. Дальше, конечно, можно сказать о том, чтобы вы не особо думали, что сказать, как там, знаете, выстраивать диалог и так далее. То есть, когда люди только-только начинают знакомиться, только-только приходят в коллектив, очень важно понять, что коллектив, он вообще не очень-то любит новых людей. Ну просто потому, что это всегда определенные трудности, это всегда новые люди, новые люди, новые правила, какие-то моменты еще связанные с новыми людьми всегда есть. То есть, ну, человек что-то приносит, да, в свое, ну, в свое появление. Это нужно учитывать почти всегда. И, если вы будете вежливы, если вы будете обходительны, если вы с радостью будете откликаться на, как бы, на разговоры, которые будут там, будете поддерживать их, будете как-то активно общаться с людьми, активно разговаривать, то вы рекомендуете себя как профессионального работника, профессионального сотрудника, а это очень важно, профессионального сотрудника, с которым можно еще и поговорить. То есть, это такой вот, знаете, прямо, прямо, скажем, идеальная вообще форма для нового человека, который вот только пришел на работу. И от вас больше всего это на самом деле и не нужно. Вам нужно только лично осуществлять и хорошо осуществлять свою профессиональную деятельность. Все. Больше ничего от вас не требуется. И, ну, не нужно забывать, что вы, значит, что вы прийти работать, а не обшираться. Дальше. Если у вас есть трудность с тем, чтобы поддерживать договор, поддерживать диалог, да, как бы, участвовать в договоре, вы, может быть, не знаете, что сказать иногда, да, и так далее, то в таком случае старайтесь больше задавать вопросов. То есть, больше спрашивайте. Больше именно спрашивайте. Если вы будете много спрашивать, то, вообще-то говоря, это гораздо лучше для вас будет, чем, вот, если бы вы сами что-то говорили. Потому что, ну, понятно, надеюсь, что, если вы не знаете еще, что людям интересно, если вы еще не знаете, какие у людей взгляды, какие у людей особенности, как они вообще заваривают, что им интересно и так далее, если вы всего этого не знаете, то, конечно же, нужно сперва понять, а что вообще этим людям интересно. А чтобы это понять, ну, несложно догадаться, что нужно для этого делать. Для этого нужно, на самом деле, вот, то, что я вам сказал. То есть, по сути, задавать вопросы и активно самой отвечать на них. И лучше всего вам будет, если вы будете это делать, ну, скажем так, опираясь на свою профессиональную деятельность. То есть, опять-таки, вопрос по работе. Там потом вы говорите о чем-то смешном, то есть о смешной теме, ну, и так далее. То есть, ладно, с чего-то начать, с чего-то общего. А общая у вас – это именно работа. Вот об этом, вот именно на этом я бы и заострил ваше внимание. Пожалуй, пожалуйста, пожалуй, это основное, что вам нужно сделать. Пожалуй, это наиболее правильное, наиболее, ну, верная позиция, которая обеспечит вам, ну, в общем-то, достижение вашей цели. Теперь мне бы хотелось отдельно с вами обсудить то, что я говорил вначале по поводу того, что будет более глубинная, более глубокая часть моего ответа, посвященная, по большому счету, уже причинам. Вот вы сказали, что у вас куча комплексов, и часть из этих комплексов, ну, как бы, вот, основной из комплексов, который вы назвали, видимо, он вас больше всего волнует, это зубы, ваши зубы, которые вы, ну, назвали кривыми. Ну, во-первых, давайте подумаем так. Вы не виноваты в том, что у вас они такие, правда? Если вы в этом не виноваты, значит, как можно к вам предъявлять за это претензии? То есть, как вы можете нести ответственность за то, что у вас вот что-то там не получилось с зубами, да? Вот. Это первый момент. Второй момент. Ну, допустим, вам не нравятся ваши зубы. Хорошо. Кто и почему вам внушил, что кривоватые зубы – это плохо? И самое главное, почему вы считаете, что их, эти самые зубы, нельзя поправить? То есть, ну, ну, да, ну, кривые у вас зубы, ну, и их можно поправить. Но главное, что окружающих людей не волнует ваши зубы. На самом деле, если вы, пока вы не улыбнетесь, улыбнуться еще нужно, люди даже не узнают о том, что у вас там кто-то с зубами. А улыбаться можно по-разному, на самом деле. И улыбка, ваша улыбка, она может быть и без зубов. То есть, вы можете не показывать свои зубы, когда вы улыбаетесь. Тут, на самом деле, многое зависит уже именно от вас. Вот, то есть, вот. Хотите вы этого или нет? Я думаю, я думаю, что зубы можно поправить. То есть, да, выправлять их нужно, да, это все требуется определенных собрат. Но, во-первых, это необходимо, если вам они не нравятся. И, во-вторых, это, ну, как бы, я надеюсь, что это позволит вам немножечко лучше о себе думать. Но только вот не стоит полагать, что снятие такого комплекса, как стеснение зубов, значит, позволит вам лучше, больше, если угодно, верить в себя. Вот, у вас эта неуверенность, она связанная с тем, что вы, вот, никогда не выезжали никуда. Может быть, это связано с чем-то еще. Я здесь могу только догадываться. Вот, вот, в любом случае, в любом случае, тот факт, что вы в себе не уверены, это определенный, определенный факт. И вот не говорю вопрос, а почему вы в себе не уверены? Что мешает вам быть в себе уверенны? И откуда у вас эта неуверенность в себе? Как она у вас, ну, например, появилась? Как давно она у вас? И так далее. То есть, вот, этот момент, этот момент, обязательно тоже надо с вами определить. Комплексы появляются в результате неправильных негативных установок. Комплексы появляются в результате неправильных образованных понятий о том, что происходит с вами. Все это можно и нужно поправить. Все это можно и нужно убрать, потому что вам это мешает. Я надеюсь, вы понимаете, что вам это мешает и с этим нужно что-то делать. И тут уже все зависит и исключительно от вашего желания. То есть, если вы захотите, то все это можно будет поправить. То есть, вы будете работать над уверенностью в себе, вы будете развиваться, вы будете расти личностно, вы будете больше заботиться о себе. Но в первую очередь, вам нужно понять, что без самооценки, без любви к себе, без безусловного знания о том, что вы достойны. Что вы сами по себе прекрасны, например, что вы сами по себе великолепны, что вы сами по себе достойны любви и так далее. Вот без этих знаний, без этого знаний, ну, надо сказать, вам будет очень-очень сложно. Потому что, если вы не будете уважать себя, к сожалению, не будут уважать вас. А для того, чтобы уважали вас, и чтобы вы уважали себя, нужна определенная работа над собой. В первую очередь, в первую очередь, и это самое главное, нужно понять, откуда эта важная неуверенность в себе взялась. Вот, в принципе, то, что я вам хотел сказать. То есть, если вы настроены на то, чтобы вот, ну, сейчас, да, вот в данный момент времени, получить какие-то рекомендации по тому, чтобы облегчить свой переезд, например, я надеюсь, вы их получили. Если вы хотите в будущем, не иметь таких проблем, давайте подумаем, что заставляет вас думать о том, что вы дурна, что вы и хуже. Какие такие требования, внушенные вам извне, другими людьми, вы применяете на себя, даже не отдавая отсчет об их истинности, правомерности и так далее. Тут уже вам решать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Селаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...